Бывает, что вы с утра такие? Бывает. А я вам сейчас покажу, расскажу о трех упражнениях, которые в считанные мгновения поставят вас в строй, почистят, очистят вашу печень, и это длинит проблемы лонконапряженности. Запоминайте, смотрите и фиксируйте. Может ли обмен веществ быть идеальным? Каким критерием относится идеальный обмен? И что считается формула идеального обмена? Наверное, это мечта многих не просто людей, а наверняка это мечта многих врачей, многих специалистов и людей на уровне просто рядового потребления. Почему? Потому что, когда из каждого утюга, из каждой стиральной машинки несутся слова о том, что есть нарушение метаболического процесса, о том, что метаболический процесс резко молодеет, о том, что метаболический процесс лежит в основании атеросклероза, коронарокардиосклероза, развития ишемической болезни сердца, угрожает инсультами различных видов, разрешается в той или иной степени или артритами, или артрозами. Надо, уважаемые коллеги, понимать о том, что идеального обмена веществ не существует. Существует обмен веществ, который нам помогает справляться с теми или иными заболеваниями. То, что на сегодняшний день называются те или иные функциональные затыки. Вас беспокоит вегетативная дистония? Значит, имейте в виду, что это связано с тем, как ведет себя ваша печень. Вас беспокоят перепады давления? Опять же, возвращаемся к нашей печени. Вас беспокоят боли в суставах? Вас беспокоят нарушение венозного тока в лице варикозной болезни и так далее, и так далее. Пожалуйста, имейте в виду, что все это связано с метаболизмом, который своими ногами вырастает или врастает. Состояние печени и качественное очищение печени является основой, как раз таки, тем условным, но тем не менее идеалом. Когда обмен веществ мы можем регулировать, когда мы можем надеяться на собственный обмен веществ. Мы сегодня с вами, говоря о метаболическом синдроме, конечно, обязательно должны иметь в виду, что именно качественное очищение печени простирается во всю нашу сущность, нашего человеческого существования, во все проявления основных магистральных наших вещей. А это что? Это состояние сосудов артериально-венозной системы, это состояние нервных проводимости и состояние лимфатической системы. Любое из нарушений в том или ином проявлении этих указанных магистралей нашего организма, конечно, к сожалению, зачастую является причиной развития онконапряженности. И если мы с вами не справляемся с онконапряженностью, пожалуйста, имейте в виду, что онкология, она не будет ждать своего, как говорится, звездного часа. Она постепенно ползает в тех или иных своих разновидностей. Гемангиомы, кисты, липомы, аденомы, висячие родинки и другие проявления. Даже наличие банальных сосудистых теток на руках или ногах, варикозное расширение сосудов на голове, сосудов на теле, на руках или ногах, уже является, по сути дела, проявлением онконапряженности. Почему? По одной простой причине мозг начинает вырабатывать программу другого, как говорится, сепаративного существования этих состояний в нашем организме. Можно ли этим справиться? Не просто можно, но и нужно. И сегодня я вам покажу упражнения, их три упражнения, которые очень хорошо помогают справляться вам с утренней онконапряженностью. Я специально педалирую. Есть онконапряженность утра, есть онконапряженность пополудню, есть онконапряженность второй половины дня, есть онконапряженность вечерние часы. Так вот, сегодня мы с вами поговорим об онконапряженности утреннего времени с утра, условно говоря, с момента подъема солнышка до 11-12 часов дня. Это что? Это синдром быстрого уставания. Вы встали, еще не успели сделать двух-трех шагов, а вы чувствуете в своем состоянии, вы чувствуете состояние усталости, состояние утомленности. Вам не хочется есть, вы отказываетесь от завтрака, у вас затяжные депрессивные с утра состояния, вы не можете включиться в социальную модель своего существования, у вас болят руки, у вас болят ноги, потому что у вас нету возможности о лимфатической системе быстренько включиться в ежедневный утренний распорядок дня. Пожалуйста, что мы в этом случае с вами можем делать, дорогие коллеги? Начнем с разогревания печени. Как это делается? Очень просто. Вот таким вот образом. Возьмите свои руки. Основание большого пальца слева, основание большого пальца справа. И начинаем высекать огонь жизни. Да-да-да. Начинаем высекать огонь жизни. Каким образом? Образом трение. Помните по курсу средней школы? Трение, качение. Так вот мы с вами сейчас начнем заниматься трением. Для того, чтобы улучшить состояние детоксикации печени, которое в ночные часы вашей печени не хватило. По разным причинам. Это может быть нарушение сна, это может быть длительный отход ко сну, это может быть просто нарушение ночного режима, это ночные бдения, это апатично-депрессивное состояние накануне вечером, это неприятный разговор, это перегрузка желудка и далее по списку. Но мы сейчас о том, как мы можем себе помочь в этом плане для утренней печени. Вот так вот взяли кулачки, вот так вот взяли кулачки, вот так вот подвели основание ладошек друг к другу. И вот таким вот образом, вот таким вот образом, до появления достоверного тепла, до появления достоверного тепла между этими поверхностями, до появления достоверного тепла разогреваем, 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 разогрели. и тут же взяли и приложили их вот так ко лбу. Вот тут у нас зоны печени, а тут у нас зоны толстого кишечника. Что мы с вами сделаем? Мы с вами начинаем управлять процессами выведения токсинов из организма. У вас есть проблемы с утренним стулом, пожалуйста, имейте ввиду, что таким вот образом вы помогаете своим кишкам вывести остатки токсинов из организма. Дальше больше. Дождались, пока у вас остыли ваши руки на проекции толстого кишечника. И куда мы с вами уходим? Мы с вами уходим в знаменитые точки доктор Желч. Почему? Потому что мы с вами обязательно должны вызвать те состояния, которые препятствуют развитию спазмов в организме. Потому что чем больше у нас накапливается токсинов в организме, тем быстрее у нас развиваются или спастические, или этонические состояния. По правилу левой и правой руки. Я левша, я воздействую на точку доктора Желч в течение 40 секунд по часовой стрелке по отношению к собственному телу. Вы правша, воздействуете на правую руку, а через 40 секунд меняетесь местами. То есть, я левша, ухожу налево, на правую точечку, а вы правши, переходите у себя на левую точечку. Проработали? Возникли ли боли в этих местах? Или не возникли боли в этих местах? Это тоже имеет огромное значение. Почему? Потому что болезненные ощущения говорят о том, что да, вы находитесь в поле спастического напряжения. Вы находитесь в поле онконапряженности. Проработали точки? Доктор Желч, переходите на точки заушья. Это даже не точки заушья, это области заушья. Вот у вас знаменитое место. Вот она, вот она ваша ушная раковина. Вот в этом месте, вот в этом месте у вас находится точка воздействия. Слева у вас находится точка воздействия справа. Вот в этих местах, сразу за ушной раковиной. Поставили указательные пальцы и в течение 40 секунд, сори, и в течение 40 секунд точки достаточно болезненные. Поэтому аккуратненько на них воздействуем. Мы промассируем эти места. Промассируем эти места. Появилась зевота? Появилось желание сходить в туалет? Пописать. Появилось желание пойти покушать? Появилось желание обнять соседа или соседку? Прижаться к любимому человеку? Имейте ввиду, ваша печень освободила место для любви? Ваша печень освободила место для разумного действия? Вы более стали человечны. Вы более стали податливы для своего здоровья. А проблемы болезни вы от себя отодвинули. Хорошо? Заходит? Или правильно? Выходит? Поэтому пользуйтесь, пожалуйста, нашей информацией о том, что мы, профессора академики Картавенко, приглашаем вас к себе на вебинар, на котором будем говорить о проблемах онконапряженности и о возможностях и возможных путях очищения печени и укрепления сосудов. Отодвинем мы себе эту проклятую онкологию. Хай себе, она там гниет, там где ей положено. А мы с вами будем молодые, здоровые, счастливые и красивые. Окей? Ссылочка на ваше здоровье под этим видео. Имейте ввиду, я все вижу, я все помню. Я все запомню. Приходите и будете здоровы. Субтитры сделал DimaTorzok